Рада видеть вас на моем ютуб канале Хозяйкам на заметку. За окном глубокая осень, близится зима, а значит самое время готовить американские булочки синагон. Это такие пышные вкусные завертушки с сахаром и корицей, которые любят все. Так что, давайте скорее приступать. Первым делом приготовим опару. Свежие дрожжи раскрошить в глубокую миску. Добавить ложку сахара от общего количества. Влить теплое молоко, температура которого приблизительно 30-40 градусов по Цельсию. Затем добавить 2 столовые ложки муки и тщательно перемешать венчиком. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место на полчаса. Я обычно ставлю в чуть теплый духовой шкаф. Тем временем в миску, в которой будем замешивать тесто, просеиваем муку. Сразу все количество муки добавлять не нужно. Возможно понадобится чуть больше или чуть меньше муки. Будем смотреть по замесу. И добавляем пол чайной ложки соли. Когда опара поднялась и образовалась пышная шапочка, значит дрожжи активны. Добавляем к ним 2 яйца, всыпаем сахар, вливаем растопленное сливочное масло. И хорошо перемешиваем венчиком до однородности. Затем соединяем жидкие ингредиенты с сухими. Сперва перемешиваем ложкой, а затем чистыми руками. Хорошо вымешиваем тесто. По чуть-чуть подсыпаем муки. Замешивать тесто можно в миске, а можно переложить на стол. Выбирайте, как вам удобнее. На замес может понадобиться 10 или 15 минут. Тесто должно перестать липнуть к рукам и оставаться мягким. Поместить тесто в глубокую миску, накрыть полотенечком и отставить на подъем где-то на час-полтора. Тесто должно увеличиться в 2 раза. Для начинки синабонов возьмем сахар, корицу и соединим его вместе. Когда тесто поднялось, нужно его хорошенько обмять. Теперь перекладываем его на присыпанную мукой поверхность и раскатываем в пласт размером 50 на 40 сантиметров. Теперь на раскатанный пласт намазываем размягченное сливочное масло по всему периметру. А затем посыпаем сверху сахаром с корицей. Скручиваем пласт в ровный рулет по самой длинной стороне. Стараемся делать это аккуратно и ровно. Затем ножом ставим метки для разреза рулета на 12 булочек. Рулет можно разрезать ножом, а можно зубной нитью, чтобы не деформировать срез. Конец заворачиваем под низ, чтобы булочка при выпечке не развернулась. Перекладываем булочки на противень, застеленный пергаментной бумагой и на расстоянии друг от друга. В конце булочки можно чуть приплюснуть, чтобы они росли в ширину. Снова накрыть и отправить на расстойку на 30-40 минут. Теплое место. Когда булочки подошли, выпекаем их при 180 градусов около 20 минут. Приготовим глазурь. В миске смешать сливочный сыр, сахарную пудру и влить немножко молока. Все перемешать до однородности. Вот такие румяные красавцы у меня получились. Запах на кухне невероятный. Пока булочки горячие, сразу смазываем их глазурью. Она впитается в синабоны и они станут еще нежнее и вкуснее. Булочки получаются восхитительными. Обязательно испеките. Порадуйте своих родных и близких такой ароматной, вкусной выпечкой. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. С вами была Настя. Пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Субтитры сделал DimaTorzok